Уважаемые зрители, хотим рассказать вам об очередной технической революции и о том, как изменился мир наушников, в котором рулят тюменские беспроводные наушники CGPods от компании Case Guru. Об этом пишут многие СМИ. Они признают, что CGPods лучшие наушники из всех недорогих и самые недорогие из всех лучших. У CGPods есть влагозащита, они выдержат любые влажные процедуры. Звук сочный, потому что огромный динамик 10 мм. Форма антропометрически выверенная. Наушники вообще не ощущаются в ушах и не выпадают, так как есть грамотная развесовка ножки. Это первые в мире берушники 3 в 1. Мощный шумодав заглушит любые внешние шумы, даже громких соседей за стеной. Стоимость CGPods 5000 рублей. А с нашим промокодом STOP2303 вы получите скидку 200 рублей. Ссылка на промокод в описании под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Не нужно сигналить, мужчина. Здравствуйте. Отойдите. Что? Отойдите, пожалуйста. Отсюда? Зачем мне отсюда отходить? Выезд там через сотрудников ДПС. Через оформление. Вы издеваетесь? Что, простите? Издеваетесь? А вы? Я в данном доме живу, а вы? А вы припаркованы были где? На тротуаре. Я живу в данном доме, а вы? Это не освобождает вас от ответственности. Хорошо, а вы здесь что делаете? Вы здесь проживаете? Стою с микрофоном, разговариваю с людьми. С нарушителями, с правил дорожного движения. А вы кто вообще? Я? Да. Пешеход. Хорошо. Пешеход. Кого порезать? Первого? Что, простите? Порезать кого первого? Зачем? Ну, не знаю, вы же стоите. Дело тоже назад не сдать, видите? Можете сдать вполне спокойно. А вот этого, кстати, запрещено. Я своего разрешения не давал на съемку. Мне не нужно ваше разрешение в общественном месте. Мы фиксируем ваше право нарушения. Здравствуйте. Вы отсюда выехать не сможете, выезжайте с той стороны. Там ДПС, там сотрудники ДПС, там оформление. Езда по правилам разобращена. Господа, я думаю, что данному молодому человеку можно наклеить наклейку. Он хочет уезжать? Он не хочет уезжать. Он угрожает расправой. Он заслужил. Хорошо. Так, кто занимается порчей чужой собственности? В данный момент вы находитесь на тротуаре. Хорошо. А нарушаете правила дорожного движения. Это кому? Кому сейчас перо под ребро пустить? Себе возможно. А вот и гаишница. Господа, встаньте кто-нибудь сзади. Я сейчас отмутываю, а что зашли? Да. Я нет. Ну что? Подходить к нам тоже не надо. Что? Сладно клейки клейки. Хорошо. Просите людей отойти с видеокамерой. Я не могу. Но я свое разрешение на съемку не давал. Старисты и ведутся не говорят. Хорошо? Давайте сейчас убираем машинку на края проехать. С удовольствием. Я хочу еще разыскать. Проехать не могу. Садись, пожалуйста. Конечно. Фу как некультурно. Я говорю, фу как некультурно. Девушка. Пройти дай. Девушка. Пройти дай. Я прямо иду. Девушка, вы поздали все-таки назад. Хлебушек в голове как тебе? Нормально? Нет? Ничего не тесно в голове? Да? Да. Да? Да мне насрать. Девушка, вы дальше не проедете. Почему я не проеду? Мне надо припарковаться. Мне надо ребенка забрать. Ну если вы хотите припарковаться, то вот сотрудники ДПС. Вы лучше бы работать пошли. Не хочу. Чего случилось? Здравствуйте. Можете остановиться в очередь. И сможете отсюда уехать только после оформления. Блин, ну откуда вы таки беретесь, а? Ну заехал на 5 минут. На тротуар. Ну серьезно? Ну вы до оттуда берете в таком случае, если вы заезжаете мельчиков. Отойди от меня, ладно? Пожалуйста, отойди от меня. Ну что alto? Ну интересно. Мы на тротуаре стоим. Ну и что? Ну и всё. Ну и что? Мы стоим здесь на законных основаниях. Ну и что блять? Вы идите получить законный штраф, всё. Вопросов никаких не будет. Так, а что вы тут стоите? На тротуаре стоим. Хорошо, стоите дальше на тротуаре. Ну и что? Все. Стоим на тротуаре. Вы стоите на тротуаре. А, все. Смотрите, в чем проблема? Я подошел к движнику, что надо делать? Он говорит, подъезжайте сюда, я вас не задерживаю. Вот и все. Вот я только что подошел. Здорово. Ну, да что, вы сейчас меня задерживать будете? Я говорю, как мне подъехать? Он говорит, подъезжайте, я вас не задерживаю. Я же вас тоже не задерживаю, я просто стою на тротуаре. Я не... С чего я должен уходить? Ну, что вы еб***ься-то? Ну, я подошел, вы еб***ься. Я таких слов не знаю. Фу-фу-фу, таким быть мужчина. В культурном городе живете? Ведите себя достойно. А такое ощущение, что как будто просто быдло из села приехало. Так разговариваете. Где сколько лет, сынок? Какая разница, сколько мне лет? Где сколько лет, сынок? Я вам не сынок, не дай бог иметь такого папу, как вы. А в чем я плохой папа-то? Очень плохой. Ну, а че? Нецензурно выражайтесь в общественном месте. Я подошел к гаишнику, ты чего хочешь ты от меня сейчас? Я от вас вообще ничего не хочу, я стою на тротуаре. Ты пропусти меня. Что еще сделать? С чего вдруг пешеход на тротуаре должен уступать вам место? Блядь, мы дебилы. Согласен, те, кто катается на тротуарах, они такие. Послушай, те, кто катается на тротуарах, они готовы понести наказание. Я подошел к гаишнику, ты че сейчас хочешь? Ты че сейчас хочешь? Ты че изгаляешься, этот чученок, блядь, а? Ты че тут изгаляешься? Вы так с вами с детьми будете разговаривать, называть их будете так. Уважаемые, вы Собхамстан занимаетесь, да? Все верно. А вы в курсе, что вот посмотрите, вот там поребрик, да? Так. Что по правилам дорожного движения проезжая часть от тротуара отделена поребриком. Проезжая часть от тротуара отделена газоном, согласно правилам дорожного движения. Газон есть далеко не здесь. Давайте посмотрим на 100 тысяч рублей. Готовы? Нет, у меня их просто нет. Ну вот. А я вам процитировал правила дорожного движения, в которых это прописано. Тротуар, элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов, примыкающий к проезжей части, либо отделенный от нее газоном. Я вам сейчас процитировал просто определение тротуара. Там ходить нельзя? Слышите, где нет газона. Я вам сейчас процитировал определение тротуара. Нет, там поребриком написано. Будем спорить? Нет, давайте просто правила посмотрим. Ну, откройте, откройте. Сейчас у всех есть смартфоны, можно найти. Понимаете, у нас изменения в пункты правил дорожного движения вносятся периодически. Вы знаете, что с 1 марта изменяется правило проезда круговых перекрестков? Вот, представляете? Конечно. Представляете? А вы тут определение периодически тоже меняются. Раньше был поребрик, газон, забор. Потом убрали забор, потом убрали поребрик, оставили только газон. Я готов заплатить штраф. С той стороны еще стоят инспектора. Подожди, подожди. Вот ты сейчас, получается, я готов подойти к ГАИшнику. Вы вообще-то незаконным образом задерживаете гражданина. Вообще не задерживаете. Мы же стоим на тротуаре, на законных основаниях. Ну что ж ты вот этого не задерживаешь? Он по тротуару едет. Его вроде как оформили. Уже опустили на 3 тысячи. Отпустили? Все, всего доброго. Если заплатил, ездить можно. Или к ГАИшнику подъехать. Я сказал, что... ГАИшник стоит там еще. Экипаж. Два экипажа. Один стоял здесь, второй там. Можешь туда подъехать? Пожалуйста, приезжайте. Почему я не заезжаю на тротуары? Почему я нахожу себе парковочные места? Я заехал на 5 минут. А какая разница? На 5, на минуту. Вы за 5 минут покушали? Поел. За 5 минут где? В ЛВХ? Нет. В этом как его? Поел капусты, потому что пощусь. За 5 минут невозможно. За 5 минут заказ можно сделать. Ну что будем спрашивать? Вы ничего не объясните. Здесь любимое место. Здесь регулярно так людей ловят. Я живу здесь. Подождите, что значит здесь регулярно ловят людей? Если это тротуар, если на него не заезжать, то нет никакого нарушения. Никто не выписывает штраф. Вот я за себя говорю. Я не хожу по проезжей части, потому что мне удобно. Вот поребник, да? Так. Специально выделили, чтобы сюда можно заехать было, да? Занижение сделано для того, чтобы могли заезжать машины коммунальных служб. Могли спокойно передвигаться мамочки с детьми. Они инвалиды-колясочники. Теперь вы мне дали хороший совет положить еще в карман правила дорожного движения. А пореблика там или тротуаром я поищу. Поищите, поищите. Я думаю, мы с вами здесь еще встретимся. Всего хорошего. Всех благ. Кстати, согласно 15 статье Конституции, пункт 3, то есть если человек не является гражданином или чиновником, он не подсуден согласно Конституции. А мы же и не творим правосудие. Ну, это если вам интересно. Если вы начнетесь на такого человека, например, меня, да, он никакой гаишника штрафовать не может. Так получилось. Ездить нельзя, я согласен. Также здесь есть отведенные места для парковки. Смотрите. Это, ну, это даже не важно. Здесь я с вами не спорю. Так, ладно. Это так, чисто мысли. Ребят, вот вы на водителей бросаетесь. Есть чокнутые в хлам водителей, я не спорю. Угу. Блин, кто-нибудь наклеит мамашам, которые с детьми перебегают дорогу в неположенных местах на лоб? Дура, посмотри по сторонам. Потому что, ну, реально, ну, жутно жутно. Согласен с вами, когда сам еду за рулем, тоже пародию удаюсь. Сидеют волосы везде. От разных ситуаций. Согласен. И по барабану. Я отсидеть готов за какую-нибудь дурочку пару лет. Мне не стоит жалко. Нет, я не готов. Но я за ребенка потом жить не смогу. Согласен, согласен. Ну, увы, таких отлавливать это же, ну, практически нереально. А так здесь же, по сути, парковаться не запрещено. Запрещено. Вот здесь. Объясню почему. Объясню почему. Даже если здесь этот участок не заасфальтирован, допустим, да, и вы можете предположить, что этот участок может являться парковкой, чтобы к этому участку попасть, вам необходимо проехать по тротуару. А по тротуару двигаться запрещено. Соответственно, попасть сюда, не нарушив правила дорожного движения, но если только по воздуху. Ну, отчасти логично. Хорошо, тогда, ну, опять-таки, здесь нет знаков запрещающих. А на тротуаре вообще знаки никакие не ставятся. Это если бы здесь была пешеходная зона, у нас есть такой знак пешеходная зона, да, а так как это тротуар, по определению, то знака тротуара у нас в природе не существует вообще. Согласен, не поспоришь. Вот. Все, хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok